МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Из-за повреждения трубопровода без тепла остались 25 жилых домов, школа и два детских сада в Суаярве. Фастфуд по-карельски, хлеба и зрелищ. Посетитель Макдональдса против стражей порядка. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 500 километров из Петрозаводска до Андомы россияне и норвежцы преодолеют за 11 дней на собачьих упряжках. Добрый вечер. Начало новой рабочей недели ознаменовано сильными морозами. О том, какими еще событиями отмечен уходящий понедельник, вы узнаете в материалах журналистов телеканала Ника+. Вы смотрите новости в студии Алена Сянти. В полночь 6 февраля в Суаярве без тепла остались почти 2000 человек. 25 жилых домов на 4 городских улицах, два детских сада и школу лишили тепла из-за повреждения трубопровода. Сегодня весь день на объекте велись ремонтные работы. На месте аварии побывала наша съемочная группа. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Авария произошла незадолго до полуночи. По предварительным данным, ветхие трубы лопнули из-за гидравлического удара, резкого скачка давления. Жители 25 суаярвских домов проснулись от холода. У меня есть двое детей, вот одно и семь, ой, одно и десять, это мы пять. Мы все втроем болеем, и сейчас в ночи мы сидим без тепла. Конечно, это очень трудно. Обогреватели, так что... Так, у нас тут сторона солнечная, в этом мулкане сейчас где-то тепло. А ночью, конечно, заберзали. Сегодня утром проснулся в 3 часа утра от холода. Батарея ледяная. Вот так стало. По словам местных жителей, трубы на этом участке латают уже четвертый раз за год. Как сообщают в администрации Суаярвина, данный момент ремонтные работы завершены. Замерзшие дома начали подключать к теплу. Подробнее о Суаярвской аварии в ближайшем выпуске новостей. Заявление о признании Медвежегорского молокозавода банкротом уже находится в арбитражном суде Карелии. Об этом заявил вице-премьер республики Юрий Савельев на традиционной встрече депутатов карельского парламента с правительством. По его словам, все мировоздействия на собственника уже исчерпаны. Сейчас долг Медвежегорского молокозавода перед своими работниками составляет почти 17 миллионов рублей. К этому надо прибавить существенные долги производства перед пенсионным фондом. На рассмотрение арбитражного суда Республики Карелия подано два заявления о признании Медвежегорского молокозавода банкротом. Глава Республики Александр Худиланин предупредил министра сельского хозяйства Всеволода Телицына о том, что он спросит с него из-за падения общего объема производства в сельском хозяйстве и за низкое субсидирование. Готовьтесь к марту месяцу, Всеволода Ильич. И на трибуне должны стоять и вы, а не Юрий Владимирович. Также депутаты интересовались работой правительства над проектом «Комфортная городская среда», на который выделено 140 миллионов рублей. Помочь распорядиться их судьбой должны жители Республики, выходя к местным органам власти со своими проектами по благоустройству нужных им территорий. По словам заместителя премьер-министра правительства Республики Игоря Шершова, в этом направлении сейчас идет активная работа с муниципалитетами. А вообще в 2017 году Карелия и, в частности, Петрозаводск по разным программам получат на благоустройство и ремонт дорог около 900 миллионов рублей. Врачи города Кемь отказались дать морфин, умирающей от рака пациентке. Онкологическая больная, страдающая раком молочной железы, в течение недели мучилась от нестерпимых болей, но так и не получила от врачей укол морфина. Сын погибший обратился в следственные органы. Он считает, что медики обрекли на мучительную смерть его мать. Скоро в эфире нашего телеканала специальный репортаж по этой теме. Пациентка карельского онкологического диспансера Людмила Комиссарова уходила из жизни в страшных муках. Медики города Кемь отказались дать безнадежной больной единственный шанс уйти без боли – препарат морфин. Зачем они выбрали эти профессии? Это вот как раз и есть та раковая опухоль в обществе, в мире медицины, я не знаю, которая вот и губит всю эту медицину. Почему кемские врачи отказали пациентке в обезболивании? Тогда мне уже прямо сказали, молодой человек, мы тебе русским языком объяснили, морфина ты не получишь, ни ты, ни твоя мама. Это вопиющий факт бездействия врачей, фишировки Кемской центральной районной больницы. Сын погибшей женщины считает, что медики ответственны за те муки, которые перенесла перед смертью его больная рака мать. Специальный репортаж о происшествии в Кеме смотрите во вторник, сразу после выпуска новостей. В Петрозаводском Макдональдсе посетитель подрался с полицейскими. 4 февраля в заведении торгующим фастфудом произошла стычка стражей порядка с группой подростков. Полицию в торговый центр Макси вызвали администраторы Макдональдса. Они пожаловались, что группа подростков мешает работе заведения. Один из нарушителей был задержан. Инцидент был снят на мобильный телефон. Мобильный телефон запечатлел стычку у торговой стойки. Полицейских трое, посетитель Макдональдса противостоит стражам порядка в одиночку. Вы что делаете-то? Вы что коленами-то херасите? В сети поспешили назвать героя видео подросткам. Оказалось, что это не так. Нарушитель совершеннолетний. Молодому человеку грозит штраф или арест на 15 суток за мелкое хулиганство. В полиции рассказали свою версию схватки в Макдональдсе. Прибывший на место наряд застал в заведение молодых людей, которые нарушали общественный порядок. Кроме того, когда сотрудники полиции исполняли свои служебные обязанности, один из посторонних посетителей стал нецензурно выражаться, при этом проявлял явное неуважение к присутствующим заведениям. Впоследствии в отдел полиции были доставлены три человека. Двое из них, несовершеннолетние, были переданы законным представителям. Третий мужчина, который оказался сотрудником полиции неповиновения, был доставлен в специальное заведение для задержанных. Добиться комментариев от Макдональдса оказалось непросто. Хотелось бы комментарий получить у вас по поводу спички подростков с полицейскими. Возможно ли это сделать? Нет. Почему? Ну, потому что мы не даем никакой информации. Впрочем, поединок в центре торгового зала смутил далеко не всех любителей фастфуда. Некоторые из посетителей получили в тот день не только хлеба, но и зрелищ. Александр Гнетнев, Евгений Евдокимов, телеканал Ника+. В Петрозаводске стартовала экспедиция на собачьих упряжках «Великая Андама. Тайна трех океанов». Участники похода на собачьих упряжках в течение 11 дней пройдут более 500 километров. Финальной точкой экспедиции, которой руководит путешественник Виктор Симонов, станет выход к андамской возвышенности и одноименной горе, где будет установлен памятный знак Русского географического общества. Участники экспедиции – 16 человек из России и Норвегии. В частности, в поход на собачьих упряжках отправятся студенты Петрозаводского университета под руководством инструкторов, военных и спасателей. В этот раз очередная экспедиция стартует с берегов города Петрозаводска по акватории Онежского озера, по бескрайним просторам Карелии, Архангельской области. Будет преодолено несколько сот километров, точнее около 600 километров. Очень отрадно то, что все больше и больше молодежи участвуют в этих экспедициях. Передвигаться по маршруту участникам экспедиции предстоит на собачьих упряжках. Обеспечивать сопровождение группы будут люди на снегоходах. Все имеет какую-то сложность, я думаю, но мы со всем справимся. Главное, чтобы собакам было хорошо, чтобы собаки не пострадали, потому что это главное в нашей экспедиции. Ну и чтобы всем было весело и хорошо. Цель экспедиции – Андамская возвышенность, которая находится на границе Архангельской, Вологодской областей и Карелии. Венчает возвышенность Андамагара. Считается, что на данной территории расположена точка водораздела трех морей и трех океанов. Очень много различных задач. И самое главное – это, конечно, привлечение туристических возможностей нашего края. Но кроме этого, это и привлечение молодежи к путешествиям, поэтому с нами участвуют студенты Петрозаводского университета. Это и начинание, я надеюсь, начинание сотрудничества с Нарвежским университетом. Представитель приехал и тоже будет участвовать в этой экспедиции. Это и подготовка снегоходов к путешествию. В 2018 году у нас должно быть состояться путешествие на Северный полюс, на наших русских снегоходах. 17 февраля участники планируют достигнуть финишной точки экспедиции – горы Андама. Александр Гнетнев, Владимир Волотовский, телеканал «Ника Плюс». 35 на юге и 15 на севере республики. И то, и другое со знаком «минус». Синоптики рекомендуют не расслабляться и приготовиться к усилению морозов. 7 февраля на юге и востоке Карелии в Пудышском, Медвежегорском и Кондопорском районах ожидается 30-35 градусов мороза. В то же время на севере республики, как это ни странно, будет заметно теплее. Ночью от минус 10 до минус 15, а днем от минус 6 до минус 11. В Петрозаводске ночью будет 28-30 градусов мороза, днем минус 20-22. По прогнозам синоптиков, уже 8 февраля морозы станут слабее примерно на 10 градусов. Отказаться на день от мобильного телефона для многих петрозаводчан, как выяснилось, не проблема. Но все же есть люди, которые ни на минуту не расстаются с мобильником. Опасно ли это? Нужно ли ограничить использование современных гаджетов? Ответы на эти и другие вопросы смотрите в рубрике «Глаз народа». Мнение горожан вы услышите прямо сейчас, а я, Алюна Сянти, с вами прощаюсь. Увидимся завтра. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин